Здравствуйте, дорогие жюри! Меня зовут Артемия Вилена. Я ученица 8 класса МБО Краснодарской АЦОЖ имени Героя Советского Союза Фёдора Матвеевича Охлопкова. Мой руководитель Местникова Амира Николаевна, МПО по агрономии. Тема моего доклада – выращивание разных видов лагинария на учебно-опытном участке. Цель и задачи. Целью является изучить общую характеристику данного продукта и применение его в различных целях. А задача – узнать, как выращивается лагинария и сравнить его с другой территорией нашей Родины. Актуальность. Актуальностью является, чем больше сортов других растений мы изучаем и проводим опыта, тем лучше становится для нас самих и благо другим людям узнать что-то новое. Новизна. Опыт проводится впервые в Тампонском районе в селе Крисхаджай в пришкольном участке. Практическая значимость. Наши исследования проводились в пришкольном участке МБО Крисхаджайской Ацож имени Героя Советского Союза Федора Матвеевича Хлопкова. Для посадки лагинариев нам понадобились следующие материалы. Земля, коробки из-под соков, опилки, лопата, вода, лейка, семена лагинариев. 17 мая мы приготовили посуду и землю для посадки семян лагинариев. 18 мая посетили 5 видов семян лагинария для всходов. Лагинария змеяла, лагинария лебедушка, лагинария вьетнамский кабачок, лагинария бородавка из маврики, лагинария бушель круглая. 22 июня расцвели первые всходы и мы посадили рассадную менту в теплице, пришкольном участке и для сравнения посадили в открытом грунте. Во время роста мы поливали водой каждое утро и по мере роста лагинария выщипывали боковые маленькие листья, а основные большие листья оставляли. 16 июня расцвели первые цветы лагинария. Они были белого цвета и с ними же расцвели мужские цветки. Женские цветы лагинария растут вместе с плодом, а мужские цветы растут без плода. 12 августа появились первые плоды лагинариев. Вначале плоды лагинария были маленькими. Мы стали ждать, когда же станут плоды большими. После недельного наблюдения плодов они не росли. Поэтому для быстрого роста плода цветки лагинариев сами стали проводить опыление. После этого их рост стал заметнее расти. Заключение. В итоге пришли к выводу, что можно выращивать лагинарии разных видов в нашей северной части Республики Саха-Якутия. Из лагинариев можно сделать разные ботелки и продавать населению. А также для себя отметили следующее. Первое. Лагинарии для выращивания неприхотливы. Второе. В дальнейшем планируем выращивать разных видов лагинариев, в которых мы еще не выращивали. Опыт будет продолжаться. Спасибо за внимание.